Добрый день, всем привет! С вами Маша Каганович, я маркетолог компании WesternBit. Сегодня мы продолжаем серию интервью с сотрудниками WesternBit и берем интервью у достаточно нового, но уже получившего достаточный опыт в недавнее время сотрудника Татьяна Романченко. Добрый день, здравствуйте, Татьяна! Здравствуйте, Мария! Татьяна менеджер службы поддержки клиентов, так что даже за то короткое время, которое она работает с компанией, она уже успела очень много увидеть, со многими людьми поговорить. И вот последнее событие, в котором участвовала Татьяна, это Handmade Expo в Киеве, совсем недавно, в начале марта, по-моему, 7-9 марта. Татьяна, расскажите немножко о ваших впечатлениях об этом экспо, что вы там увидели, с кем познакомились, как вообще все там происходило? Здравствуйте! Мне очень приятно говорить на эту тему, потому что, ну, во-первых, мне было приятно вернуться в самородный город, поэтому это уже замечательно. Во-вторых, было приятно, потому что эта выставка, я увидела столько прекрасного, что я получила удовольствие не просто работала, но познакомились со всеми мастерами, и те, которые принимали участие, и те, которые приходили как посетители. Это, наверное, 4 дня было такой всеобщей красоты, потому что те люди, которые приходили даже к посетителям, были все женщины в таких необычайно красивых статях, украшения ручной работы. Мне хотелось все фотографировать и все. И было, конечно, очень интересно и приятно. Мы познакомились с некоторыми нашими клиентами. Это, конечно, совершенно по-другому. Мы общаемся каждый день с клиентами по телефону или по имейлу. Но живое общение – это всегда совершенно другое. И что мне понравилось, что некоторые наши клиенты, которые обслуживают уже много-много лет, почему-то они только на выставке, они осмелились что-то спросить. Им нужно было для работы, вы сами чуть-чуть помочь, но они все это время не спрашивали. И мы познакомились, пообщались, и после этого эта проблема решилась. Для меня это такой знак, что живое общение – это всегда прекрасно. Это всегда человек может прийти прямо. Это всегда можно быстрее решить какую-то проблему. Поэтому я надеюсь, что мы будем часто участвовать в выставках и уже будем знать наших клиентов не только по имейлам и логинам, а в лицо. Да, конечно, живое общение намного приятнее, интереснее, да, я понимаю. Ну, расскажите тогда, вот когда вы начали работать в WesternBid и, ну, собственно, в чем заключаются ваши обязанности, как вам нравится работать в компании? Я начала работать 1 декабря, совсем недавно. Но я как раз попала на декабрь, это месяц, когда все покупают подарки на Рождество, то есть у нас был такой бум на работе. И, в общем-то, мне удалось очень быстро, можно сказать, делать эту работу, потому что импульсив, много имейлов, много звонков. В целом мне очень нравится. Мне очень нравится, что я могу общаться с людьми, что я могу общаться даже на украинском языке. Мне это очень приятно, потому что это мой родной язык. Мне нравится то, что, вы знаете, всегда вызывали уважение люди, которые делают то, что им нравится. Они ищут профессии, которые приносят много денег, да, и ходят на работу, и несчастны там каждый день делают то, что им не нравится. И поэтому для меня эти люди вызывают огромное уважение, что вот они умеют делать красивые, скажем так, украшения, да, они их делают, и они научились, чтобы это приносило им деньги. И для меня такое общение очень приятно, и люди такие вызывают уважение. Поэтому вот, ну, мне очень нравится эта работа. Спасибо большое. Татьяна, расскажите, пожалуйста, как вы думаете, ну, как бы человек, который варится в компании очень долго, он имеет несколько другой взгляд, как бы, как мы называем, in the box, внутри коробки. Вы же, так как пришли, ну, как бы новый человек в компании, работаете несколько месяцев, а у вас есть взгляд со стороны, если можно так сказать. Так вот скажите, как вы думаете, вот как вы видите на данный момент преимущества компании WesternBit? В чем самая главная ценность для продавцов в тех услугах, которые оказывает WesternBit? Мне кажется, самое главное это то, что я это почувствовала в первые дни, что здесь руководство компании ориентируется на потребности клиента. То есть каждый комментарий, который мы получаем в e-mail или в телефоне, это всегда важно для нашего руководства. Все это фиксируем, всегда передаем. И мне кажется, это наиболее важно, потому что компания таким образом развивается именно в том направлении, которое приносит пользу нашим клиентам. Какие, так сказать, аспекты вашей работы вы считаете наиболее важными, полезными для клиентов? Наиболее важный момент это дать правильную информацию, да, чтобы человек мог... Самое сложное это когда уже человек не прочитал какие-то правила, не ознакомился с информацией и уже вот объяснить ему, что вот так это не работает. Это вот самый сложный момент, поэтому я считаю, что конкретно моя работа и работа моих коллег, которые работают в службе поддержки, самое главное это предоставить корректную информацию. И вкорренировать клиента так, чтобы он поступил в данном случае правильно. Да, да, понятно. Татьяна, ну а скажите тогда вот за то время, пока вы работаете в компании, какой был самый трудный вопрос, который вам удавалось решить? Ну я думаю, что самый трудный, сложно сказать, конечно, мне кажется, все вопросы это такие рабочие вопросы, но самое трудное это вот когда, как я уже говорила, что когда человек где-то что-то не прочитал, не ознакомился, и вот потом вот этот момент, когда тебе нужно разочаровать клиента, сказать, ну смотри, это так не работает. Вот это для меня самое сложное. Я здесь всегда переживаю, мне хочется, чтобы... Вот, как я вам уже ранее говорила, я как-то... Для меня это не только работа, да, для меня это такой взгляд на жизнь. Мне нравится, чтобы... Если человек стремится к успеху, то ему не нравится, да. И когда вот человек сделает что-то своими руками, если он попадает в вот эту пульсифацию, ты понимаешь, что ты уже вот не можешь помочь в данном случае. Вот это самое сложное. Да, конечно, но вы знаете, вот из моего опыта я вижу, что клиенты очень часто расстраиваются не из-за того, что им не могут помочь, а из-за того, что иногда им не хотят помочь. Но если они будут видеть вот это стремление и желание, то это, ну, мне кажется, основная главная вещь для удовлетворения клиента. Большое спасибо, Татьяна. Я желаю вам большого успеха, продвижения, роста в компании, участвовать в дальнейших выставках и общаться еще с клиентами. Спасибо большое, Мария. До свидания.